добрый день дорогие друзья я приветствую вас на своем канале и сегодняшнее видео будет посвящено тоже получается она не плановая теперь наверное будут будет еще несколько внеплановых видео потому что мне вопросы задают и я попытаюсь ответить на все вопросы и естественно приходится дополнительно снимать видео вот потому что я же понимаю что некоторые допустим могут и первый раз связать у меня собственно говоря получается что я вещь такого плана тоже вижу первый раз потому что я уже объяснила что я подобных кардигана много связала больших и маленьких и средних размеров вернее больших как раз я не вязала а вязала на маленькие и средние размеры а вот такого плана большой размер я не вязала вяжу первый раз вот но опыт у меня большой и как бы модель у меня это я поэтому естественно даже если я перевяжу перевязываю то как бы не для кого-нибудь бы не для кого-то для себя а я самый такой большой критик очень 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 придирчиво отношусь и к себе и тем более если вижу кому-то отвлеклась значит смотрите начну я пока свой с того что значит если вы помните я распустила до проймы то что я провязала предыдущий раз вот закрыла сделала подрезы по 5 петель с одной стороны то есть с переда и со спинки сейчас я провязала уже получается и перед до плеча и спинку я провязала до того места где я сейчас буду делать горловину вот и так как мне написали что хотели бы увидеть как я закрываю горловину то есть как я ее закругляю значит я сейчас вам объясню прежде скажу что когда я вот если вы помните здесь закрывала здесь у меня было 10 петель потом я закрыла 3 потом закрыла два раза по две петли и один раз по одной затем я просто провязала три ряда и в итоге у меня получилось вот здесь 40 петель вот для того чтобы провязать нам начать провязывать закрытие горловины спинки закругление значит мне нужно первоначально отмерить вернее читать здесь 40 петель 2 4 6 8 10 40 петель это те которые должны у меня остаться в итоге потому что когда я буду сшивать плечевой шоу у меня должно быть тоже 40 петель значит я хочу закрыть так как я не буду углублять горловину я уже говорила я хочу закрыть два раза по два один раз один раз и затем я еще пару рядов провяжу вот поэтому мне нужно значит как там уже сказала же что два раза по два и один раз по одной петли поэтому я провязываю еще пять петель один два два три четыре пять затем я поворачиваю на изнаночную сторону и закрываю следующим образом снимаю первую петлю провязываю вторую и снятую петлю я перекидываю на эту спицу затем я опять снимаю провязываю эту петлю вторую которую я хочу закрыть и опять перекидываю снятую петлю через эту петлю дальше я вижу обычный изнаночный ряд провязываете до конца затем провязываете до вернее лицевой ряд провязываете до вот этого места и дальше я вам расскажу как будем вязать дальше довязали лицевой ряд до последней петли и дальше мы сделаем следующим образом мы поднимаем вот между рядами у нас есть вот такие вот петельки мы поднимаем вот между рядом вот эту петельку вот таким образом затем вступаем в петлю она у нас перекрещивается и получается как бы лицевая петля провязана далее мы просто перебрасываем петелечку изнаночную на вторую спицу дальше мы поворачиваем наше полотно опять на изнаночный ряд повернули и делаем следующим образом снимаем изнаночную ту которую мы не провязали ниточка у нас перед работой снимаем эту лицевую петлю которую мы провязали она теперь у нас изнаночная ниточку заводим за работу делаем вот вводим спицу в изнаночную петлю и протягиваем через нее вот ту лицевую которая теперь изнаночная вот таким образом дальше мы опять провязываем изнаночную и опять протягиваем опять провязываем изнаночную и затем ее протягиваем через нить таким образом мы закрыли опять две но как бы у вас получилось что но вы вы увидели что закрыли три но мы первую закрыли ту которую набрали поэтому она в счет не идет таким образом мы закрыли уже две петли вернее два раза по две петли закрыли и дальше опять провязываем изнаночную и опять доходим до лицевой и опять вяжем лицевой ряд доходим до последней петли и не провязываем ее довязали лицевой ряд опять осталась у нас одна петелечка если вы обратите внимание вы видите у нас никаких дырочек не осталось и как бы такой плавный переход теперь мы делаем то же самое что делали предыдущем виду опять ниточку которая между рядами закидываем на на спицу на нашу провязываем лицевой петлей снимаем можно в принципе не снимать но мне для удобства вот мне удобнее я снимаю то есть я вот так вот провязала спицу протянула я знаю что она у меня не спадет и мне удобнее вот так вот перевернуть и ниточку здесь разобрать и так далее то есть если она запуталась все мне проще вот так вот взять и еще раз перекинуть и я вижу что у меня рабочая петля вот здесь впереди и я опять делаю следующим образом то есть перекидывая опять эти две петелечки на эту спицу на правую получается и опять беру эту крайнюю нашу петелечку и протягивая через нее вот наш нашу ту лицевую петлю которую мы до этого провязали у нас опять выровнялась то есть мы ничего лишнего не провязали далее мне теперь уже нужно закрыть одну петлю поэтому я и провязываю одну петлю изнаночной и опять протягивая через нее через крайнюю петлю эту петлю вот мы закрыли последнюю нашу петелечку и теперь мы опять вяжем до конца ряда изнаночного затем вяжем опять до лицевого ряда лицевой ряд до вот этой последней петелечки опять провязали до конца ряда лицевого опять вытянули ниточку на спицу и опять провязали это будет последний наш раз когда мы провязываем эту ниточку почему потому что это я уже последний раз закрыла эту петлю то есть в предыдущем ряду я закрыла последнюю петлю больше я закрывать уже не буду вот поэтому больше у меня такого просвета не будет вы видите никаких дырочек аккуратный такой поворот дальше я вам расскажу что я буду делать дальше то есть вы можете как бы ой камеру бы не уронить провязать столько сколько вы хотите закрывать но я в своем случае просто округляю и все значит проделаем то же самое что делали в предыдущем ряду то есть или в предыдущий ряд скажем так вот снимаем на правую спицу перекидываем петельку для удобства и этой спицей я поддеваю нашу крайнюю петелечку и через нее протягиваю ту лицевую которую мы провязали и опять вяжем до конца и мне еще остается провязать вот этот ряд следующий потом я еще раз провяжу и еще раз провяжу лицевую то есть я когда дойду до этого ряда то есть получается что мне нужно еще провязать 4 ряда вот и потом значит я закрою плечо закрываю я таким же способом то есть точно так же провязываю петлю и через нее продеваю в общем давайте я сейчас довяжу до этого места и покажу как я закрываю полностью ряд уже то есть уже закрою плечо и так я довязала нужное количество мне рядов то есть если еще раз повторить то это значит будет так здесь я закрыла два ряда здесь закрыла два ряда дальше закрыла вернее не ряда а две петли дальше закрыла одну петлю и провязала вот видно же здесь провязала три ряда четвертый ряд у меня будет последний ряд то есть я буду закрывать его вот как буду это я делать разворачиваем на изнаночную сторону почему на изнаночную сторону потому что вот эту сторону будем закрывать с изнаночной та сторона у меня будет идти с лицевой стороны закрываться вот и я проделаю все то же что делала вот в предыдущем ряду то есть провязываю изнаночную так как это изнаночный ряд и протягиваю через петлю дальше опять провязываю изнаночную протягиваю через петлю и дальше делаю то же самое и так до конца ряда то есть у нас вот оформляется плечо плечо как видите закрывается тоже очень аккуратно значит еще что хочу сказать закрывать нужно не туго и не слабо в общем при среднем натяжении тогда оно у вас не будет растянуто и не будет стянуто вот старайтесь следите за этим если вдруг как бы вы чувствуете что вы стянули не бойтесь распустите сделайте как положено я вот вам говорю что вот видите наверное дня три работы моей я безбожно распустила и сделала так как мне надо потому что вещь вяжется не на один день даже возможно не на один год поэтому ее нужно сделать как положено вот вот сейчас я последние петельку протяну и покажу вам что у нас сейчас я перекину ее вот чтобы было удобно вот что у нас получается с лицевой стороны видите аккуратненько все у нас красивенько таким образом нужно закрыть плечо до конца ряда сейчас я довяжу и покажу вам как дальше мы будем закрывать и так мне немножко неудобно потому что полотно большое так как я его можно сказать цель навязала вот что у меня в итоге получилось значит я закрыла петельки еще раз повторяю у вас должно у меня лично 40 петель вы должны закрыть столько петель сколько вы делали расчет для себя вот значит еще мой совет если вы сомневаетесь в количестве петель которые будете закрывать вы можете примерить какой-то своей одежде и посмотреть ну вырез какой вы хотите то есть если вы глубокий хотите вырез естественно нужна какая-нибудь либо футболка либо кофта с таким круглым вырезом где вы можете для себя отметить какое расстояние вы хотите закрыть вот и вот в данном случае я же еще раз повторюсь я углубленно не хотела делать поэтому как бы я сделала по минимуму лишь бы только закруглить и все можно вообще не закрывать я уже говорила то есть я имею ввиду не вывязывать горловину можно квадратом связать и перед и спинку и просто шить это вообще просто кстати так вяжется вот кофта бородиной значит ниточку обрезали все и это плечо у нас готово теперь нам нужно закрыть второе плечо что я делаю в этом случае я открываю свою шкатулочку достаю отсюда маркер для удобства и начинаю отчитывать с этой стороны 40 петель 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 4 6 8 40 это 40 идет на плечо и еще 5 петелек я должна закрыть ну то есть 5 петелек этих идут у меня для выреза сейчас я еще раз пересчитаю чтобы не ошибиться вот и теперь вот эту вот часть мы начнем закрывать закрывать и делаю я это следующим образом это вот у меня клубочек от того раза что я распустила значит я в общем подхватываем вот эти две петелечки и эту ниточку вот провязываем лицевую так что-то у меня тут вообще все запутался на камеру я показать ниточки все толстые неудобно мне вот теперь протягиваем через эту ниточку все таки я ее попытаюсь протянуть потому что вот протянула вот что у нас в конечном итоге получилось дальше мы провязываем опять путаются ниточки потому что две нитки и эта ниточка тоже расслаивается я очень сильно замучилась вязать связи с этим бывает что даже и упускала приходилось опять подымать мне эти ниточки так ну выравнивала все равно вы видели у меня ровненькое полотно дальше делаем то же самое вот видите у меня получилось теперь все ровненько дальше потом когда я буду еще рачьим шершагом обвязывать она еще выравнивается вообще будет все очень красиво итак мы провязываем до маркера итак и и и и если кому-то нудно то что я сейчас вот так вот вижу вы пожалуйста перекрутить продвиньте чуть-чуть бегунок до того места где уже я буду показывать либо если при поняли принцип провязывания то можете вообще уже дальше не смотреть а вязать вот и просто отключать и включать настраивать то есть после каждого моего отключения не приходится настраивать резкость и так далее чтобы это было все здесь как бы не так много времени занимает поэтому не буду этот раз отключаться вот мы дошли до нашего места теперь я убираю маркер могу так перекинуть раз она там ниточка зацепилась и теперь я еще должна 2 петли для закругления убрать вот 2 убрали и и теперь принцип тот же то есть у нас уже получился вот такой поворотик сейчас я вот первый раз убрала две петли дальше вы провяжите все лицевые дальше изнаночную и на изнаночной стороне давайте еще все таки довяжу и покажу вот мы довязали очередной раз и теперь делаем следующее если мы в предыдущих моих показах я петлю одевала вот так если вы помните да то сейчас я одеваю ее в обратную сторону и провязываю ее изнаночной то есть если я раньше провязывала лицевой то теперь провязываю на изнаночном ряде ряду в изнаночном ряду провязываю изнаночной и точно также я снимаю эту петлю не провязывая переворачиваю и затем мы уже с лицевой стороны берем протягиваем я беру на эту петлю на эту спицу и точно также протягивая вот дырочка закрылась дальше я провязываю лицевую еще одну протянула еще вот я теперь закрыла две петли то есть уже я закрыла 4 петли у меня осталось две сейчас я вот это перевяжу потому что видите у меня не зацепилась а вот ну а вы провязываете до конца и дальше я вам покажу как я сшиваю плечевые швы и так мне еще задали вопрос сколько высота моего изделия до проймы я вот сейчас при вас померяю значит высота у меня получилось до проймы 67 сантиметров и пройма сейчас посмотрим сколько у меня получилось ну 34 35 сантиметров вот вот я уже сшила одно плечо так как повторяюсь у меня толстые толстая пряжа конечно выглядит немножко грубовато но сам шов если вы обратите внимание то аккуратненький сейчас я покажу как я его сшиваю значит есть множество всяких швов кто-то не закрывает петли оставляет их на спицах и затем закрывается по две петли и в принципе этот способ тоже очень хороший я им тоже пользовалась но на изделиях где тонкая нить у меня же нить толстая поэтому я делаю следующим образом я хочу чтобы у меня плечико как бы посадка была жесткая она в общем и так то жесткая но все равно чтобы еще лучше смотрелась так вот я совмещаю плечо спинки и плечо переда лицевыми лицевой стороной и завожу для закрепления нити вначале вот сюда затем вот сюда ниточки видите у меня сколько но это все я уберу все это будет закреплено красиво будет сделано все расправим ниточка закрепилась и затем я смотрю где у меня вот петельки вот завожу вначале под вот эти две ниточки вот видите вот одна и вот вторая завожу вначале сюда затем затем такой же такие же ниточки я еще с обратной стороны то есть с лицевой стороны переда немножко неудобно потому что мешают вот эти ниточки но я думаю что все равно будет понятно сейчас я их уберу немного подтягиваем далее опять беру с этой стороны и беру с этой стороны не торопимся аккуратно все это делаем помощник мой что то там теребит из моего вязания и как вы обратили внимание у нас получается как бы вот стык в стык на более тонкой пряже вообще практически не виден шов стык сейчас еще сделаю пару стежков стежков стяжки чтобы закрепить с вами что же он сделал с моим клубком товарищ что вы делаете что вы делаете что вы делаете какой у меня получился вырез какой у меня получился вырез вот плавненькая линия выреза у меня получилось это все конечно отпарится все видите аккуратненько все отделается отделку когда буду производить я имею ввиду что я себе запланировала что у меня будет обвязка рачьим шагом горловинки для того чтобы все посадить на место потому что когда будет рачий шаг вот это будет выглядеть совершенно по другому вот ну что подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии если что то еще осталось вам непонятно задавайте вопросы я отвечу на все ваши вопросы а на сегодня я с вами прощаюсь с вами была Ирина следующее видео у нас будет по вязанию рукава всего вам самого наилучшего видео